Это просто чудо какое-то! Велосезон еще не закрыт, и это замечательно! Единственное, что снимать себя и кататься, ну это какое-то такое не очень прикольное, смотрите! Это мой прелестный конь, я его очень люблю! Очень люблю этот велосипед, он крутой! Только что приехала, сейчас разберем покупки. Блин, давно не каталась, такая мокрая вся, но могу сделать вывод на будущее, что в принципе вот мой костюм для велопоездок в холодное время года, штаны, футболка, куртка. Но единственное, что я понимаю, что мне надо чем-то шею прикрывать и ушки. Ну, в ушах были наушники, они как бы без звука спасали немного от того, что сюда все задувало, но вот шея мне ничто не спасало, и мне кажется, что я немножко себе ее надула. Ну, если не заболею, будет хорошо, а если заболею, вот, скажется, это последняя поездка на велике. Но я надеюсь, кстати, что не последняя, потому что мне кажется, что, ну, пока снега еще нет, а может быть, я себе буду придумывать какие-то дела на велосипеде куда-то ездить. Ну, потому что просто так кататься, ну, кто поедет, а вот когда надо в далекий какой-то магазин поехать, вот это да, я понимаю. У меня был выбор, либо 25 минут пешком, либо на трамвае, либо на велике. Ну, вот решила, решилась-таки на велике. И, блин, не жалею. Где я сейчас была? Я ездила в магазин, который называется Красный Дракон. Магазин азиатских продуктов. В общем, наболтаю по-позже, покажу там фоточки, вот, но те, кто сидит в Телеграм, они все это видят в настоящем времени. Ну, то есть я там посты делаю, фотки выкладываю, общаюсь. Ну, а в Ютьюбе это все не спора. Прикачок купил, и зачем мне это надо? Значит, достаем. Дашида со вкусом говядины. Просто посоветовали, что стоит взять. Ну, это типа как глутамат, наверное. Ну, если не переборщивать, этого мне очень-очень-очень надолго хватит. Там продаются разные упаковки, и большие, и маленькие. Дальше. Рисовая мука. Она нужна для кимчи. Ну, и я думаю, что пригодится. Так, значит, паста. Паста Качучан. Острая. Я, правда, не знаю, насколько она острая, ни разу не пробовала. Хотя, наверное, учитывая, что я много раз ела корейскую еду и заказывала и в корейских ресторанах, там, и дома у знакомых, наверняка это такая тема, которую я 100% пробовала, просто не помню. Ну, тоже вот такая паста, тоже смесь. Тоже не знаю, острая она или не острая. Называется Дэндян. Коричневая. С ней супчики некоторые готовятся. Дальше. Дела для супа для одного тофу. Ну, честно говоря, к тофу я вообще абсолютно равнодушна, безвкусная ерунда. Ну, просто мне хочется приготовить четко по рецепту. Ну, то есть не особо отходя и вот без всяких добавлений. А потом можно уже будет и свои какие-то добавочки делать. Ну, не обязательно тофу использовать, а что-то еще. Так, соевый соус взяла. В роликах, которые я смотрела, говорили, что соевый соус, главное, брать с содержанием белка 5 грамм на 100 миллилитров или на 100 грамм. Вот. И обычно эту информацию пишут на упаковках. Тут, к сожалению, не нашла эту информацию, но будем надеяться, что это нормальный соевый соус. Что тут еще? Взяла, конечно же, кунжутное масло. Это очень важно. Ну, этой бутылке хватит надолго. Его добавляют по чайной, по столовой ложке, не больше. И, ну, это я взяла вот так чисто. Кстати, в этом магазинчике, вот на эти сенсуевские соусы завышена цена. Сейчас в ленте, например, акции. По 58 рублей, по-моему, вот такого плана соусы продаются. Тоже хочу заказать несколько штук, чтобы были. Я, ну, кори, я просто там не видела, зато я видела там и китори, чтобы шашлычки делать. Всякие там терияки сенсуевские вот такие соусы. Они вкусные, достойные. Поэтому смело могу рекомендовать. Такая, собственно, это и все, что я взяла. Больше ничего. Долго смотрела на кальмары, которые там по акции. Точнее, не по акции. Там за килограмм 440 рублей кальмары замороженные. Ну, как бы, это хорошая цена. Потому что обычно в магазинах за 500 грамм такая цена. И там они очень хорошего качества. Там всякие, ну, понятное дело, что и для японской кухни, там и крама-сага, там и прочая ерунда. Но там еще были осьминожки замороженные, каракатицы замороженные. Я вот на них облизываюсь. Муж у меня не любит и не терпит морских гадов. Он их категорически не приемлет и не ест. А я люблю. И, ну, как-то очень хочется чего-то такого рыбно-морского. Поэтому прохожу мимо рыбного отдела, и меня аж трясет. Последние как раз вот неделю, наверное. Поэтому думаю, что обязательно надо купить рыбки какой-то. И хотя бы рыбных котлет. Или опять же, вот рыбку там в томатах с рисом. Что-то такое сделать. Вот, кстати, процесс приготовления карри. Ну да, специи из пакетика. Чуть-чуть, вы знаете, не в восторге я от этого вкупного соуса. Думала я, это будет как-то повкуснее и поинтереснее. А он такой-то кисленький. Добавила сюда просто любые овощи, какие у меня были. И там внутри сварятся. А здесь все тут кабачки, горошек, перчик, курица, лук, чеснок. Не знаю, не в восторге, не в восторге я. Сейчас кунжута сюда добавить, кинзы. Ну ладно, ради разнообразия пусть будет. Ну и, слушайте, рубрика, что купил, у нас все-таки продолжается. У нас в холодильнике как-то пустовато было. И я тут позаказывала с прикидом на то, что буду готовить на неделе, на выходных. Я думаю, мне всего этого должно надолго хватить. Сейчас покажу. Мука у нас уходит в огромных количествах. Последнее время, так как я сама пеку булку и хлебушек. Ну, иногда всякие там ладушки, блинчики. И, кстати, с появлением хлебопечки вот ни разу больше булку хлеб не покупали. Что прикольно. Единственное, для чего пока делается исключение, это какой-нибудь лаваш. Ну, потому что лаваш – это лаваш. В общем, мука. Годовой запас кунжута. Большой килограммовый пакет. Классно. Отсыплю в какие-то банки. Часть будет храниться в маленькой баночке на кухне, а часть в кладовке в какой-нибудь большой банке. Небольшой пакетик чернослива 200 грамм. Хочу, не могу свеклу с майонезом, с черносливом и с грецкими орехами. Вот просто ужасно хочется. Причем наш сосед на острове, он готовит такой салат из свеклы не вареной. То есть он ее мелко-мелко трет, тоже заправляет майонезом. И, к слову, говорят, что она таким образом полезнее. А по вкусовым характеристикам свежая свекла натертая, она очень похожа на ту, что сварена. Следующие вот шампиньоны. Как обычно, зелень в горшочках. Опять же, все это сейчас срежу, посажу. Может быть, что-то вырастет. Иногда не вырастает, иногда вырастает. У меня тут такой глаз сбоку, тортел прикольный. В общем, здесь листья салата, петрушка и кинза. Единственное, что со всеми этими доставками приходится следить, насколько свежие продукты. Потому что вот этот, он какой-то там вяленький. Ну, то есть, можно вернуть же, да? А можно сфоткать, отправить им, пожаловаться, что что-то не свежее. Ну, нет, салат нормальный. Очень много зеленого лука. Ну, частично я его порежу, заморожу. Он прекрасненький и хранится в морозилке. Частично сегодня использую. Пакет морковки. Морковку прекрасно можно нарезать, также заморозить. Ну, и учитывая, что я тут планирую готовить всякие азиатские штуки, морковка часто там будет использоваться. Так что успеем реализовать до того момента, когда она подвздохнет. Дайкон. Тоже азиатская история. Это все пригодится. Правда, не знаю, сколько хранится и куда его еще можно использовать. Ну, подумаю, погуглю. И упаковка лука. Ну, это вот что касается овощей и одного пакета из того, что мне привезли. Сейчас покажу, что еще. Разбираю дальше. Тут, кстати, у меня, оказывается, овощи не закончились. Перец рамиры сладкий. Ну, кстати, дешевле, чем болгарский, но по вкусу тоже вкусно. И по сути вкусно. Корень имбиря в пакетике. Очень пригодится. И тем более сейчас... Знаете, почему вот выбор пал на азиатскую тему на данный момент? Потому что похолодало. И вот хочется согреться. Хочется согреться настолько, что ты готов сидеть потным, красным, пыхтеть и есть что-то такое остренькое, ароматное и вкусное. Плюс, ну, для иммунитета полезно говорят. Конечно же, китайская капуста, которую я как раз сегодня и буду мариновать, скажем так. И целый пакет чеснока, свежачка, хорошенького. О, еще лук нашелся, еще один. Ну, прикольно. Яйца кукурузы, ничего необычного. Мазик с молоком. Ну, е-мое. Опять, вот опять история. Я хотела купить 2 литра в канистре. А тут... Вот надо внимательно быть в интернет-магазинах. Морская капуста. Очень хочется вот чего-то такого, наверное. Там йода, возможно, не хватает или... Поэтому буду есть вместе с детьми. И соленый острый перец. Люблю такую штуку. Особенно с какой-нибудь пюрешечкой. Огонь. Дальше целый пакет соусов. Они по акции были. Кстати, надо посмотреть, что там по сроку годности. В общем, ну, грубо говоря, 2 штуки 100 рублей. Очень выгодно, потому что в остальных магазинах они минимум сотку стоят. Два яхитори взяла тут же. Ну, чтобы выгодно было. И два тереяки. А еще чеснок. Разрыхлитель для теста. Я не знала, что тут в таких огромных пакетах. Я привыкла. Ну, такой стандартный пакет, как из-под дрожжей или обычный разрыхлитель. А тут по 12 грамм, но какой-то огромный пакет. А во всех остальных, что там, по 6 грамм, что ли? В два раза меньше. Дальше у меня тут немножко заморозки. Стручковая под соль и горошек. Хотела еще кукурузу замороженную взять, но вот ее не было, поэтому пришлось в банки брать. Разный вид риса. Один круглый, один такой вот слегка пропаренный, овальный. Ну, рис сейчас пригодится в больших количествах. И самый главный пакет, последний я разбираю. Это у нас куриные бедрышки. Я перед этим показывала, что взяла соус карри и планирую вот эти куриные бедрышки с лучком, с картошкой, с кинзой, с помидорками. Вот все сделать в этом соусе. Возможно, добавлю туда как раз фасоль стручковую. Как-то так. Это вот в какой-то из ней, наверное, приготовлю. Дальше у меня вот такая огромная штука. Это фарш трески. По скидке взяла котлеты. Просто хочется котлеты в панировочке с каким-нибудь соусом тартар. Опять же, с рисом, с пюрешечкой. С чем-то таким рыбы хотела. Очень сильно. Не могла удержаться. Это хек. Уже он такой прессованный волокнами. Из него я хочу что-то сделать тоже с помидорками, с лучком, с морковочкой. Добавить туда рыбки. И вот, опять же, рис. Возможно, пюрешечка. Вот что касается покупок мяса в онлайн-магазинах, это мне, конечно, уже не особо нравится. Я тут купила свинину грудинку и понимаю, что кусок не такой прикольный, который я бы, наверное, сама выбрала. Но буду знать. Не буду больше брать так. Ну, а сейку взяла с кусок приличный. Ну да, нормальный. Не ужасный. Бывает хуже. С грудинкой я, конечно, расстроена. Ладно. Пришло время ужина. И буду пробовать как раз готовить с пастами, которые я купила. Жирен рис. У меня есть рис. Есть свининка. С жирочком порезала ее. Репчатый лук. Вот такой вот перчик. Грибочки. Обжариваю мясо с жирочком. Следом добавляю грибы. Дальше лук. Перчик. Обжаренное яйцо. И чеснок. Сейчас у меня такая стадия обжаривания, что я понимаю, что сюда рис не влезет. Поэтому разделяю пополам на две сковородки и буду уже добавлять рис. А потом и разные соусы. У меня теперь две сковороды. Вот и чудненько. После добавления соевого соуса еще немножечко обжариваем. И пришло время добавить пасты. Паста здесь в рецепте идет зеленая. Но я тут вычитала в интернете, что можно смешать красную пасту и вот эту пасту. И получится та самая зеленая. Не знаю в каких пропорциях, но я в одной сковородке сделаю больше коричневой пасты, а в другой сковородке пополам, например. И посмотрим по остроте. Ну, как бы, на самом деле, когда готовишь детям, очень удобно на двух сковородках и готовить. Потому что одно надо сделать блюдо не острым, а другое острым. Главное потом не перепутать. И в конце еще добавлю зеленый лучок. И, конечно же, по ложке кунжутного масла. Вот такая невероятная красота. Вживую волшебно выглядит. Вот вторая часть. Ароматно, вкусно. Сковородки с небольшими отличиями по остроте. Но очень нравится. Единственный момент, который вот не всегда показываю, но я углаздала всю кухню, пока готовила. Ну, это вот, знаете, когда готовишь по какому-то рецепту, еще не отработана схема. Сейчас я уже понимаю, что что-то нужно подготовить заранее из продуктов. Что-то нет. Ну, в общем, видимо, завтра мне придется вот это все оттирать. И, конечно, такой рис все-таки готовят в воке, в глубоком. А у меня обычные сковородки. И поэтому... Ну, и опять же, там я смотрела рецепт на две порции буквально. А я тут готовлю на четыре, а то и побольше. Ну, как-то так. Ладно, руку буду сама еще набивать. Буду пробовать разное. И я думаю, что вот этот рецепт, по крайней мере, вот по вкусу рис мне очень нравится. Буду готовить еще не раз. Потому что сюда можно любое мясо, там, курицу, говядину, все что угодно. И абсолютно любые овощи. Нет перца, там, положил кабачок или баклажан какой-нибудь. Ну, например. И так далее. Очень адаптивно все. Там нет яиц, можно и без яиц. Вот. Все просто. Вкусно? Угу, очень. Я вот съела все. Мне очень понравилось. Теперь, по крайней мере, знаете, вот один раз приготовив, понимаю, как влияет на вкус соевый соус. И вот эти пасты. И уже прекрасно понимаю, кому и сколько добавлять и на какие порции. Начинаю подготовку к засолке капусты. Пекинская капуста. Пополам ее разрезала. Промыла сейчас каждый листочек. У меня здесь такой качан. Грамм так на 800. Поэтому я готовлю по рецепту из YouTube. Буду там все граммовки, наверное, пополам делить. Помыла. Сейчас хорошенечко посолю все листики и оставлю на 2 часа. Капуста будет солиться 2 часа. За это время я подготовлю остальные ингредиенты. Здесь у меня где-то грамм 40 зеленого лука. Грамм 15 имбиря. Головка одна чеснока. Грамм 100 дайкона. 100 морковки. Луковичка небольшая. Из имбиря, чеснока и лука надо сделать что-то типа пюрешки. Либо натереть. Я буду пользоваться блендером с насадкой, которая вот это все мне в пюрешку превратит. Морковку и дайкон надо будет натереть на терке. Ну, как для корейской морковки. Лук сантиметра по 2 такими полосками. Красный перец. Здесь примерно 150 грамм. На четверть уменьшенная граммовка по остроте. Хотя я думаю, на самом деле, лучше в 2 раза уменьшить эту граммовку, потому что очень ядреный этот перчик. Мой блендер делает вполне себе отличные кусочки. Не такие длинные, конечно, как хотелось бы. Но, например, знаете, для той же морковки по-корейски данная фракция, которая получается, очень даже неплоха. Ну, вот у меня тут дайкон вместе с морковкой уже перемешанный. Подставляю в сторонку. Дальше мне нужно сделать пюрешку из лука, имбиря и чеснока. Попробую вот с такой насадкой. Если не получится, просто вот обычным ножом блендером сделаю. Вот что у меня получилось. Ну, вполне себе подходит. Далее мне потребуется вода, рисовая мука и сахар. Я делаю в уменьшенной пропорции, еще раз повторюсь. Поэтому столовая ложка муки, полторы столовых ложки сахара и примерно 200 миллилитров воды. Воду ставлю на огонь, добавляю муку, помешиваю и попозже добавлю еще и сахар. Все это немножечко проварить, для того, чтобы начало немножечко густеть. И потом нужно будет остудить. Пока капуста солится, быстренько еще сделаю морковку. Морковку. Она не очень острая. Морковку потру, посолю и она полчаса у меня постоит. Да, сок я его солью. Здесь у меня репчатый лук, чесночок, маленький кусочек перца. Ну, перец все равно надо добавить. Но просто я его добавлю чуть-чуть, чтобы было не остро. И кориандр натерла на ступке, ну и сахар. Все остальное, в общем-то, я обжарю и потом соединю морковку с зажаркой. Немножко по сахарю и добавлю уксуса. Все это настоится, будет вкусно. Сахаря. Сахар. Субтитры сделал DimaTorzok Два часа прошло, капустка сок выделила, сейчас я ее хорошенечко от воды промою и, собственно говоря, буду вот этой вот массой натирать все листики и в бокс. И пара дней это у меня постоит просто на кухне при комнатной температуре, а потом в холодильник. Субтитры сделал DimaTorzok Красота получилась, возможно от перца много чего зависит, я не знаю, что получится, но через 2-3 дня можно будет оценить, что у нас вышло, что получилось и вкусно ли это. Результат спустя неделю, наверное. Я уже тут, конечно, использовала один кусочек капусты для супа, готовила суп с кимчи, тофу, мясом. Про кимчи могу сказать так, что в следующий раз, когда я его буду готовить, я возьму другой перец, желательно перетертый в пыль и буду искать какой-то, ну, не такой ядреный, как мой был. Ну и за это время я уже успела тут тоже пару рецептиков приготовить, готовила суп с кимчи, получился ядреный, ну, конечно, классный, вкусный, но детям такое, наверное, вообще нельзя. На этом, наверное, кулинарный влог буду заканчивать. Дальше у нас будет либо остров, либо, опять же, городской ролик. Ну, наверное, городской, потому что я хочу все-таки немножко про подготовку к школе рассказать, про зубы. Может быть, что-то уже к тому моменту у нас со СДЭКом решится. Ну, в общем, до новых встреч. Ну, в следующих роликах тоже буду ничего не готовить. Так что не прощаемся. Да здравствует Жор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова